Виталий Боев, 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 Боев! В Церкви Доги мы получили служение при лице Господнем. Дякую Богу, что Господь расположил наши, ваши сердца. И мы сегодня имеем такое прямое общение через онлайн для славы Господней на милосте Божия. Хай Бог всех вас ясно благословит! Сегодня у нас участвует служение семья Милуян, Татьяна Шур, Вера Фрицак, Молдавия, Виталий Фурманчук, Володя Шек, Олег Билаш, Эра Длида Лик, Немечина, Людмила Ева Шуман, Наталья Укасян, Ольга Саражинская и Анастана Укасян. Мы дякуем вам, друзья, что сегодня пришли, потому что сегодня у нас и Максимчук люди подключились. И тут же вышло. Я скажу, что сегодня не просто обыкновение служения, сегодня у нас специфичное служение, служение для того, чтобы Господь, сегодня Церковь Витвага и те, брат и сестры, которые участвуют в нашем служении, и взагалей у нас была велика объява, что все те, которые поддерживают нас, чтобы мы по молитве, чтобы Бог закрыл небо над Украиной от всяких бомбежек, от всяких тому подобное. Потому что это, можно сказать, уже беспредель, потому что страны, которые могут этого работать сегодня, они воздерживаются, они не делают. Но мы знаем Писание, мы знаем Слово Божие, и я хотел бы, чтобы мы также разумели, что благодаря этому Слову мы имеем сегодня спиркувание. И Слово Божие нас поддерживает и поддерживает. Изгидно Слово Божие я сегодня буду читать, и мы разумеем с вами, помолимся. Разумеем с вами, благодарим и попросим Божьего благословения, чтобы Господь благословил всех нас, вас вместе взятым. Значит, я читаю одно местописание, написано Якова, Яков в своей посланной пище, 5 главе, 17 стихом. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле, 3 года и 6 месяцев. Илья был подобный нам человек, але между нами и Илья, разумеется в том, что Илья не сомневался, то, что говорил. А сатана иногда у нас приходит разного рода с умными, и у нас, можно сказать, иногда ничего не получается. Я хотел бы, чтобы мы разумеем с вами задали, а что было. Сегодня мы понимаем, что сегодня необходимо, чтобы верующий люд сегодня вздевал до Господа, сегодня вопял до нашего Отца Небесного и просил бы, Господи, сруби неможливое. Вот оно написано, человеку невозможно, Богу все возможно. Для нас это неможливо, мы не знаем, как это делать. А у кого зависит, они не делают то, что надо делать. Але мы верим, что Господь, Он сильный сделает то, что необходимо, и сильный поменять и всякую обставину. Я читаю, как это стало, подобно то, что я прочитал, Илья был подобным нам человеком. Илья – это был пророк Господний в Израиле. И написано, в 3 царстве 17 главе написано сначала, «И сказал Илья фесвитянин из жителей голландских Ахаву», царя говорит. Кстати, этот царь, это был очень неугодный царь перед Господом. Написано, он очень много делал неугодной речи перед Богом. Вот так и написано в 3 царстве, написано в 16 главе 30 стихом. «И сделал Ахав сын Аврелий неугодный перед очами Божьей, более всех, бывших прежде него». Он очень много зла рубил, особенно он рубил через свою жену, потому что жена Езавела, она такая была нехорошая людина, и они ввели Самарию аж в поклонение Ваалу и Астарту. Так что это был неугодный царь перед всем Господним. Ну и Писание говорит, что «И сказал Илья, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, и сие годы не будет ни разы, ни дождя, разве только по моему слову». И вы уявляете, как сказал такое слово, этот Ахав не мог себе найти место. А Бог ему говорит дальше, что «Ты иди, скройся у потока Хорафа, что против Иордана, из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он, сделал по слову Господну, и пошел, и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб, и мясо по вечеру из потока он пил. Ну, написано, что потом этот поток засох, потому что не было дождя на земле. Тогда Илью было слово Господне, что «Иди в Сарепту Сидонскую, и там есть там вдова, перейди там и скажешь там, чтобы она тебя накормила там». Ну, им приходит, ну, я думаю, что мы знаем эту историю, она говорит, что у него там мало осталось муки, и масло трошки залишилось, и поэтому, скажем, вот приготовим и помремо, а Илья говорит, что нет, мука у тебя не истощится, и масло в ковшине не будет, не прекратится до того дня, когда Господь дождь на землю. И он долгий час проходит там на этом месте, там умирает сын той вдови, Господь через Илью воскресил его, и эта женщина говорит, что «Теперь я понял, что ты человек Божий, и что Слово Господне устав твоих». И проходит немножко три года, три года и шесть месяцев проходит, и опять Господь говорит Илье, говорит, «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илья показаться Ахаву. Когда он приходит до Ахава, знаете, Ахав, то, что встретили его первое, что он говорил, говорит, «Это ты ли смущаешь Израила?» А он говорит, «Нет, я не смущаю Израила, это ты смущаешься, дом отца твоего, потому что вы повеление Господне презрели». И где-то след Ваала, это же истукан, это идол, которые они идут, и Илья, мающая великую смелость, он начал обличать и говорить. А потом он сказал, говорит, «Давай, собери твоих пророков, потому что он знает, что это лжепророки. Сегодня богато волков в овечьей шкуре, и один из их, это были вот эти волки, которые маскировались пророком Божьим, и, знаете, собирались там 450 человек, 450 человек, и он говорит, «Приведи их сюда, Идхай, если у вас есть живой Бог, нет проблем, вот два тыльца возьмем, и Хаяны выберут одного, и поставят, Хай, помолите своему Богу, огня не подавайте, если действительно это у вас есть живой такой Бог, если действительно вы верите живому Богу, Хай вас Бог даст огня, если нет, то я помолюсь своему Господу, и Бог даст огня». И написано, что ци несчастные взяли дрова, положили там, и начали там кричать, ара, там, и Илья начал смеяться над ними, говорили, «Кричите громко, может, ваш Бог, кажется, спит, может, он задумался или занят чем-нибудь». И они начали громко кричать, себе колоты там и тому подобное, ножами, копьями, чтобы кровь лилась там. Ну, конечно, откуда возьмется этот огонь, потому что ихний Бог мертвый. А и тогда, написано, Илья тогда взял, восстановил жертвенник, написано, разрушенный, взял двенадцать камней по числу сынов Израилевых, Якова, которые Господь сказал, «Израиль будет имя Твое». И построили из них камни жертвенник во имя Господа, на жертвеннике ров вместе две сады сделан, и сказал, «Наполните четыре воды, выливайте на сожигаемую жертву, на дрова». Знаете, я хочу сказать, что, друзья, это для тех, которые были сомневались, которые были, он сделал то, что невозможно, не можно додуматься, не можно догадываться. То есть, там май будет огонь. Мы знаем, что противник огня – это вода. Вода тушит огонь. А вы им скажете, да, в пакет, наполняйте воду, давайте. Ше раз, ше раз, ше раз, ше раз, там они богатого, два-то раз эту воду злили туда. И потом Илья, написано, помолився и сказал, «Услышь меня». Ну, во-первых, он начал так, «Господи Божий Авраам, высокий Израиль, да, познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, что я раб Твой и сделаю все по Слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да, познает народ, что Ты, Господи, Бог, и Ты, обратись в сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожар в сезожжении дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ, палом на лице своей, сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Знаете, друзья, поэтому Яков говорит, «Иля бы подобен нам человеку». Он сделал то, что он с верой это все делал, для того, чтобы укрепилась наша вера, и добавил туда все воду. Он мог бы ничего не добавить. Огонь так бы не спал, но для убеждения нас, друзья, Господь сделал все возможное, невозможное для нас, возможное Господу. И потом после этого он говорит Ахаву, царю, «Девись, скажи, вот твои пророки, надо их все уничтожить, заколоть их». «Иди, бежи, потому что я чую шум дождя». И пошел Ахав, есть какой-то Ильян, кто мешает, ребята. И пошел наверх, кормили, накрыли на землю, и положили лицо свое между коленами своими, и сказал от руку своему, «Пойди, посмотри море». «Пойди, посмотри море». Так пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Предложай это семь раз». Седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облико поднимается от моря, величины ладонь человеческой». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесничество и поезжай, чтобы не застав тебе дождь». Между тем, небо взял мрачную от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав сел же колесничество и поехал в Израиль. И была на Ильи рука Господня. Он опоясал через свою, бежал перед Ахавом до самого Израиля. Дорогие друзья, братья и сестры, как раз я сегодня хотел бы сказать, мы тоже подобны, как Ильи. Так Яков говорит, что Илья был подобен нам. Мы сегодня согласились по всей молитве взывать до нашего Бога. Попросите Божьей милости, что Господь остановил эту вратубийственную войну, что Господь запретил этим снарядом. Он же сильный, он может это все рубить. Вы же чули, когда десант спустили из Белоруссии, Господь дал сильный ветер под ур, и эти десанты приземлились на своем зоне за кордоном, до нас не привезли. Господь сделал снег, выпал, чтобы не были вот эти знаки и тому подобное. Господь шторм рубил там в Черном море, чтобы русские солдаты не напали на нас. Господь сделал, написано, танк проехал, мы пока начали видео, танк проехал на машину, а Господь оставил человека живой. Это все делалось благодаря нашей молитве, друзья. Поэтому мы сегодня, как я уже сказал, по всей молитве мы объявили сегодня, цей день, мы будем взывать вопяты нашему Господу, мы будем просить, что Господь сделал невозможное, для нас невозможное, али возможно Ему, что Господь забрали, чтобы не взорвались эти бомбы, чтобы эти снаряды не долетали, чтобы они взорвались на месте, и чтобы они не долетали до нашей краины, что Господь сохранил Украину и сохранил украинцев или жителей Украины. Писание, когда Иисус сказал, истинно так же говорю, у тебя обетование Господне, это Слово Божие, которое сегодня нам дает вдохновение, и без него не можем. Истинно так же говорю вам, если двое из вас согласятся на земле, просит о всяком деле, чуете, браты и сестры, о всяком деле мы сегодня просим, Господи, сохрани Украину Божию, закрой это небо, чтобы никакие снаряды не летели до нас, Господи, укрепи нашу веру. Мы подобны, как Илья, мы просим тебе и взываем, Илья молит все три года, и шесть месяцев не было дождя, и вин может рубить, и чтобы эти снаряды не долетели, эти снаряды не могли прилететь, и чтобы зубы не в Господь сделал все возможное, чего согласятся, и на земле, просит о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им Отца Моего Небесного. Давайте вооружимся этими словами. Этими словами это Сам Иисус сказал нам, это Сам Господь говорит, чтобы убирали всякие сумнивы, что мы возлагали на Господа, что доверяли нашему Богу, и знали, что наш Господь, действительно, Он дбает про нас, Он заботится о нас, и Он хочет, чтобы мы благословили и прославили нашего Бога. Дорогие мои, мы сегодня в посте, мы сегодня в молитве, и Господь чует и бачит нас, Он должен закрыть это, Он пословил Ему. Мы не придумали, мы ничего не говорили, но это Он сказал так, чего не просите, чего двое согласятся. Мы просили всю церковь, богато людей в Фейсбуке, Ютубе, богато людей согласились, чтобы мы помолились, чтобы мы взывали до нашего Бога. Обратились и просили, Господи, види нас устричь, Господь, останови эту убийственную войну и поможи нам, и дай нам силы. Давайте мы, ведь через сердце, садившись, помолимся, скидем свои колени и попросим милости Господне, Он с нами, Он сказал, якщо вы двое, а вот трое собраны во имя Мое, то я посреди вас, и я верю, что Господь среди нас. Он чует и бачит нас и хочет нас благословить, кто як может. Давайте попеем нашему Богу. Творец небеси земли, аллилуйя тебе, аллилуйя тебе, Господь. Слава Богу, Аллилуйя тебе, Ребята Богу, Господь, Слава Богу, Господь, и возбелись, мы прославляем Твое чудное всемогущее имя и Существо. Мы молим и просим, чтобы Ты благословен, Господи народ, Твои Божие, и патрицей Твоей сегодня по всей молитве. Мы вздеваем по Тебе и умоляем Тебе, Господь, почуй Бог наш, Господи Боже, почуй, Господи Боже, билосердие Божие. Мы просим, Господь, закрой небо над Украиной Божьим, чтобы эти снаряды не дали цели, Господи, чтобы не взорвали Господа, Господи Боже, мы правим и милосердие Твои отчие небесные. Я прошу Тебе, Господи, веди нас встречу, Господь. Благослови Боже, к каждому, кто сегодня взывает до Тебе, Господь, кто сегодня обращается к Тебе, Господи, кто молит за Тебе, Боже, молит и просит, Господь. Мы нуждаем за Тебе, мы не хочем войны, Господи, мы хочем, чтобы у нас было цехно, безмятельное житие, Господи, мы хочем, что обращается Слово Твое, Боже, мир и зла. Благослови, благослови, влашавь, Боже, благослови наш обслуживание, захрани всех, Господи, кто сегодня стоит, Господи, захищай свою родину, Боже, хай Твоя рука будет над нами, Господи, и сказали, я буду подобен нам, Боже, мы просим Тебе, Боже, благословим, Господь, и так поподобно просим Тебе прояви ми на сердце Господь, благослови Боже слава и хвала Тебе я дякую Тебе, что Ти чуришь нас и Господи, выходи на встречу будь прославлен и благословен наш Вешний Бог Отец, Син и Господь Твой Аминь Аллилуйя, Отец, Аллилуйя Слава нашему Богу, дорогие братья и сестры, дякую Господу дякую каждому из вас, что сегодня приедналися до нас я бачу брат Василь сегодня у нас на линии, брат Василь расскажи в двух словах, брат, куда едешь я там, что там у Тебе что нового, хорошего, пожалуйста я думаю, что ты можешь проповедовать, так бы не сможешь, але можно несколько слов сказать как там служба мы молимся, брат, за Твое служение за эти перевозки за беженцев чтобы Господь благословил данное устройство ты чуешь, брат Василь, не? Полосевич ну, может не зручно ему говорит, а может не чуе добре, продолжаем наше служение братья и сестры, якщо брат подключиться, то такое дело давайте, кто як може будем прославить нашего Бога через верши, песни, проповеди але знайте, что у нас напрямок одна мы молимся и просим милостей Господней чтобы Господь сохранил нас сохранил от этого кровопролитной войны против убийственной войны чтобы Господь закрыл небо чтобы эти снаряды не долетели или не и не взорвались прошу сестра Таня вирш хочу прочитать добрый, включи камеру, прошу когда в життя прийдуть випробования и уже не сила будет нести хрест душа болитиме от мук и страждания ты подведи свой погляд до небес бо там є той хто боль твій зрозуміє хто знает как душа щемить лише Господь потішить зуми и не найскрутнішу мить ему відомі наші всі дороги проблеми та сердечні тягарі он бачить горе у тяжку тревогу и знает как нам для его рука коротшую не стала он он может помочь как и когда и если буря на пути застала то верься Богу всем истов и молись молись и верь Богу втому твоя сила справить крила затихне боль изникне сум вечеря так сестра Таня тебе призупинила одним словом ничего не чути и экран застрял поэтому будь ласка братья ісістрі кто там все пожалуйста я скажу что сестра вера адамовиш також за американ мне сообщили что брат со мной я тоже буду участвовать я тоже буду так что хай Бог благословит и сестру веру дякуем что она стоит на стороне и участвует пожалуйста стихотворение славянам а мы имеем ум христов 1 коринфянам 2.16 славяне мы один народ наш кровь горячая течет нельзя друг с другом воевать нельзя друг друга обижать мы братья сестры во христе он примирил нас на кресте и чувства добрые вложил чтоб каждый ближнему служил славяне мы одна семья а в ней живет немало я давайте узами ценить и этой дружбой дорожить нам Бог высокий разум дал чтоб дух в единстве пребывал и коль пришла измена беда восстала дьявола орда молитвы к Богу вознесем ему проблемы принесем и он как любящий отец утешит скорбь наших сердец даст сил обиды забывать противников всегда прощать на зло любовью отвечать с улыбкой недорого встречать зло злом нельзя искоренить потомки будут нас винить что мудрых не нашлось меж нас когда пришел тяжелый час славяне мыслящий народ вражду забудьте средний взвод ведь мы огромная семья в которой ценен каждый я псалом пропитали минуточку хвилинку брат василь подключился брат василь видно что брат василь везе беженцев брат василь чуты не микрофон микрофон ключи брат буду выключить микрофон микрофон ключи да теперь я бачу что ты везешь народ да несколько слов скажи брат потому что мы тоже переживаем молимся благословить дети я приехал в житомир только в житомир везу людей которые выехали цепли зиркиня и еще подобное мало быть больше дали коридор а потом закрили подогнали автобус сказали або народ або расстреляли я не знаю результат який там там жах брат Володя сидит рядом он говорит с двумя жиночками одна жиночка там убили человека и сына они их оставили квартиры даже не могли похоронить стекли оттуда такая ситуация не очень не очень очень но надеемся на Господа что Господь поможет нам Господь поможет и извинить Украину из лав из лав извинить Украину из всякого непотребства но Большое желание было очень тяжело, потому что они видели много городов, лес и крови. И сегодня, как бы, много людей хотят, придется помстить, как бы, для врага. Но враг, враг не тут, враг гораздо меньше в городе, так как бы сказать, это только люди, которые выполняют указки, которые не до конца знают, что они делают, не до конца видят информацию, но есть, что есть. Очень много жестокости, очень много зла, вот такая ситуация. И все мы возвращаемся, загружаемся медициной, едем на Харков. Очень много просят, там треба медицина, и треба забрать маленьких детей, старшие дети, но есть маленькие, которые уже крепко, великие депрессии, от взрывов, от того, что они там в подвале ховаются, что их навык волною бьет, что они падают, бьются. Просить забрать. Ну, я согласился поездить с одной машиной, потому что мы трех машинами едем, еще сзади две машины мне едем. Там у меня едут еще в двоих машинах. Четыре сына, там Валик, и Сашу, и Сережа, и Васею. Мы тут с Володей Масленчуком в этой машине поменяемся, тяжко. Сегодня мы проезжали в ночи, пасху, нас там не пускали, потому что мы спешили, чтобы на ранах попасть. Там у нас был груст, требовало разгрозиться. Мы проехали, после нас там были боевые действия. Такая ситуация. Мы потребуем ваших молитв, чтобы Бог давал для нас и физических сил, потому что тяжело, и духовных сил, чтобы можно было перемагаться всем. Мы потребуем ваших молитв. Хай Бог вас ловит. Вы меня слышите или нет, я вас не вижу, я не знаю, потому что я на ходу 100 км. Четыре сына, мы вас слышали. Дякую за слово. Чути, чути было, да, чути. Я мушу отключаться, потому что я сейчас подъезжаю до блокпоста. И там может подумать, что я снимаю, и может быть неприятность. Я мушу отключаться. Хай Бог вас... Дякую вам, хай вас Бог благословит. Хай Бог благословит, брат. Дякую, молимся, братик, молимся. Хай Бог благословит, братик, молимся. Хай Бог благословит. Хай Бог благословит. Вот. Хай Бог благословит меня от этого. И Он хочет что-то дать другим. Что-то дать, что будет приносить благословение и мне, и моей семье. И действительно, с того времени и мне, и моей семье Бог благословит. И в всех сферах нашего життя. Не только финансово. У нас и отношения стали лучше друг с другом. И с моим детьми. И все, все Бог наладил. Все Бог. И тогда действительно я уже родился свыше. Тогда я уже захотел Богу служить. Захотел приносить плод Господу. И с того времени я начинал уже просить Господа, чтобы он меня использовал на свою славу. И так потихоньку Бог начинал использоваться. И слава ему за это. Что он взял ничего не значительного мира сего. Ни мудрая мира сего. Что посрамить мудрая. На такое короткое свидетельство. Я не хотел поглубляться в подробности. Я думаю, они не вам не нужны никому. Так поверхностно, если рассказать, то это вот такая ситуация. Там же кто ближе до меня. Те, кто меня знает уже. Они знают все в подробностях. Все нюансы. Все эти. Для них, конечно, это для некоторых было шоком. Для некоторых было удивительно. Для некоторых было это свидетельство. И есть тоже люди, друзья мои, которые, видя это. Тоже после этого пришли до Господа и покаялись. Потому что увидели действительно перемены. Как написано, что во Христе Иисусе мы новое творение. То есть новый человек созданный по образу Божьему. На справы такие уже духовные. И слава Господу, что он так вот делает у нас. И дай Бог, чтобы дальше он нас употреблял, держал в себе, укоренял, утверждал. И нехай его имя славится. Аминь. Аминь. Божьи. 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 Только в Боге утешенье О небеса не страшит Звезды истины держит Моя невеста, ты так устала Страдать так мало тебе осталось Ты подрудись еще немного Там в небесах ты отдохнешь Я ведь знаю, ты устала Ты так много пострадала Скоро кончен будет путь Скоро сможешь отдохнуть Моя невеста, ты так устала Страдать так мало тебе осталось Ты подрудись еще немного Там в небесах ты отдохнешь Только в небе будет радость Пустишь там покоя сладость О невеста, ободрись Стать для Бога потрудись Моя невеста, ты так устала Страдать так мало тебе осталось Ты подрудись еще немного Там в небесах ты отдохнешь Я тоже стих зачитаю Остановись Пустой колодец, букву без души Засыпанный источник преисподним Ищи влияние Господа ищи Не оставляй без хлеба дух народным Склонись и слушай Веряйте к нему И не спеши скорее погрузить в бутя Без откривения свечи без него Народ без слов Бога не обуздан Без откривения свечи Вновь вступи Или запутанные перештики Ты отдыши желительным родник Пусть не питает Прошлый от Твановский Найти минуты две, четыре, пять Останови свой бег Хотя на мгновение Води его присутствие считать Уже не будешь временем движения Не говори, а просто помолчи Послушай, что тебе сказать Он хочет Дождись ведь, оттворясь, стучи, стучи Бог тихим голосом внутри пророчит Зайди поглубже, как Илья по грудь Поток его увлекает к водопаду Где познаешь вещей в жизни суть И радость под обещание награду И исчезнет боль сомнений в страх Как брызганно пространством Растворяя то, что не снилось В самых лучших снах Увидишь здесь, Христом уединяя Зайди в свой дом За миром дверь закрой Пусть солнце остановится над время И голос нежный, чистый и родной Тебя не сильно учит Твои времена Покажет то, что благо для тебя Прощать научит Не роптать, не злится Подскажет, как тебе мир возлюбля Неси свой крест Участь молиться На поющего валерия Остановись в поразе мыслей Остановись в поразе мыслей Насколько будешь требов ждать Пустыня страшная и безводная Так можно душу потерять Но оглянись, пока не поздно И день спасения не погад Ты слышишь, как звучит тревожно Призванный вопиющий град Тебе сам Бог любовь Любови обильный У самого сына своего Христа Единственным людьми Простирайте руки со Христа Остановись, глянись и помоли Оплата за тебя принесена Оставь свой грех и обратись Он ждет навеки Навеки принять тебе Аминь Слава Господу Я хочу спеть псалом Христос с учениками И странно выходит От крестною смертью своей И полонный скорбями И радостный словами Учил он любимых друзей Скажи нам, учитель, последнее слово Когда, пока вместе с нами живешь Скажи нам, учитель, когда Это будет, когда ты во славе придешь Услышите войны Военные слухи Восстанет народ на народ И будут болезни и глады И моры и братская кровь потечут Уменьшится вера Уменьшится вера Угаснет надежда В сердцах Охладеет любовь И многие люди Тогда Соблазнятся Прольется Невинная кровь Увидите мерзость По храме То знайте Божественный суд Предверят Готовьтесь Что вера ваша Не погасла Держите Светильники в руках И солнце Померкнет И месяц И звезды С небес С новосвода Спадут Воскреснут Из мертвых Земных И народы На суд Божий Все Придут Великие Скорби Сольются На землю И страшные Муки Придут И скажут Падите Покрой Те Нас Горы Но горы На них Не Упадут И Эти Минуты Поищут Си Смерти Но смерть От Люде Убежит И кто Находился На поп Лене Дома То пусть Он Домой Не Спешит И кто Находился На поп Лене Дома То пусть Он Домой Не Спешит Аминь Слава Богу Добрые Друзья Продолжаем Наше Служение Там Я не знаю Винница Брат Саркист Еще на месте Нет Брат Саркиста Нема На месте Нема Ну то Что Добрые Продолжаем Брат И сестры Милуян Что там У тебя Минутка И я Ну Минута Пошла Давай Брат Твух слов Расскажи Как вы там Обустроили Все нормально Да Нормально Слава Богу А ну Одним Двумя Словами Все нормально Слава Богу Приехали Доехали И И живем Нас Приняли Кормят Да Добрый Тогда Не перестану Надо Дякова Ты Богу Хорошо Давай Брат Да Я Я Спою песню Песню И постараюсь Переводить Слова такие Оставлю этот мир И Пойду К Отцу Что Любящий Любящий Ильцом На Мою Дорогу Смотрит К Я Зайду Его Покои И Отец Мой Любимый Я К тебе Иду Прими Мой Дух В Твои Святые Руки Оставлю Это Это Тело И И Иду В Страну Где Нет Не получается Нет Спай Мне тоже Кажется Что Дух Святой Больше Откроет Ч Откроет Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Xz posting Char cama Dash Есть счастье святое, есть дивная радость, подобной ей нам не найти. Молитве к Иисусу, любовь и от рада, есть сила, чтоб крест свой нести. Тебе моя радость, тебе моя сила, тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, тебя я люблю всей душой. И меркнет сознание пред тем одеянием, пред Господом силы всех сил. За скорбь, за мученье, за всех по няньям не ризы Христос подарил. Тебе моя радость, тебе моя сила, тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, тебя я люблю всей душой. Среди тяжких мучений, борьбы и тревоги, во мраке разбитых сердец. Есть счастье святое, беседовать с Богом в сиянии и светлых одежды. Тебе моя радость, тебе моя сила, тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, тебя я люблю всей душой. Есть счастье святое, я радуюсь Боге, меня Он для жизни одел. И место навек обещает чертоги, где будет мой вечный удел. Тебе моя радость, тебе моя сила, тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, тебя я люблю всей душой. Есть пламя молитвы, простертые руки, создателю светлых небес. Есть луч утешения, средь скорби и муки, здорованный Богом чудес. Тебе моя радость, тебе моя сила, тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, тебя я люблю всей душой. Стих. Прости, Господь. Прости, Господь, когда в пути слабею, когда вокруг темно и нету сил идти. Когда этот грозный бурь я рабею, или споткнусь на жизненном пути. Прости, Господь. Когда, идя по морю, взгляну на волны, словно Петр тону. Хочу здесь я, в твоем исполнить волю. Ты не оставишь руку протянутую свою. Когда вдруг сердце утешенно станет биться, и слезы затумянет вдруг в мои глаза. Ты скажешь, маловерный, зачем ты усомнился? Ведь я с тобой, я люблю тебя. И станет так легко носиться, так отрадно, когда я, как дитя, припал к твоей груди. И палящий жаркий день здесь обряду, прохладу, теплоту, день жизненной пульги. И вновь иду, стреляясь в святую гравань, сражаясь с бурью грозной на пути. Слабею, но с надеждой на тебя я, но поднимаю высь глаза свои. Кем небесам, откуда придет помощь, и помощь, а помощь моя, Господь, есть ты. Ты всегда рядом в полночь, и нас на буре, ты со мной втиши. Тобой дышу, тобой наслаждаюсь. Все тебя, и все идет к тебе. Тебе, от сердца, все я доверяю. Тебе стремлю жив я здесь на земле. И крепость жизни ты моя отрада. Ты мой покров, надежда и покой. Ты задержаешь землю светлым своим взглядом. Сравнится ли кто Господом с тобой? Аминь. Слава Господу. Слава Богу, брат Ирад. Попрошу, друзья. Слава Богу, брат и сестры. Брат Володя, церковь и зла. Стихозрение. День спасения. Есть день, который называется сегодня. Сегодня слышишь ты благую вещь. Покайся и приди к нему без промедления. Не будь упрям, Господь тебя зовет. Сегодня день, когда Господь назначил тебе спастись от зла и от греха. Не зря душа твоя томится, плачет, как тяжело ей жить в уковах зла. Она желает чистого святого, с желанием доброго. Господь создал всех нас. Но грех разрушил добрые основы, и зло теперь влечет тебя. Зачем живешь, мой друг, не знаешь? А Бог твердит, искать меня твоя судьба. Но ты упрямо ходишь, но без света рыдает в темноте твоя душа. А Бог твердит, ищи меня, ищи добра и света. Вот цель твоя на жизненном пути. И будет милостью душа твоя согрета, и радость подарю тебе навек. Спеши, сегодня день спасения. Ты думаешь, промедлить хоть чуть-чуть, но знай, что скоро наступает завтра, а завтра можешь ты и не застать. Спеши сегодня, если ты не с Богом, и чувствуешь в груди призыв к тебе. Шагни вперед, навстречу Богу, а мы молиться будем о тебе. Аминь. Голова. 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 и бога благодарить что господь с нами бог виде нас благословляя нас и мы моем право взводы до него обратиться к нему века же обратитесь ко мне все концы земли все концы земли из ровенщины мимо им права и повсюду со всех конца земли с вертаться до нашего господа чтобы благословил что бог да в силе укрепив бог освободил нас от этой войны войны военных стань по этой люди сегодня страждают богатые люди сегодня потеряли свои дома батарея сегодня нуждаются питримки поддержки хай бог благословит чтобы люди были открыты перед богом и перед людьми чтобы мало и можливости во всем прославите господа врата и раздавайте до молитвы хай бог благословит кто як може будем зараз вздевать у нашего бога але перед тим брате распространять слово прошу да еще раз славу господу даю вам мило за его охрану просить я тоже то проболел мы женой что то проболели что там болеем тоже ну по милости больше не бог дал быть с вами прославить господа конечно время сейчас наступает как написано слова тяжко и наступает идет из-за испитания на народ божий ну как апостол павел говорит не обманываетесь бог поругаем не бывает что посеет человек да и пожмет сеешь упроти свою от против пожертвления а все это духа духа поджимать жизни вечную делай добро да не унываем ибо в свое время пожем есть и не ослабей и так доколе есть время будем делать добро всем и на и пасу своим поверью аминь слава господу действительно знаете сейчас это время такое наступило военное можно сказать военное время идет войны как написано на порту павел говорить бог поругаем не бывает вот что человек просеет он поднял вот он здесь он такой можно сказать герои и людей но там он даст отчет перед богом потому что бог допускает все и он проверяет наше сердце он проверяет наше хождение он проверяет все как мы будем верны ему и как будем ходить перед богом да сейчас время напряженные время лукавые враг чего делает чтобы разрушить все но бог он сильнее придет какое-то время он все остановит у бога сила у нас его такой силы нет бога по нашим молитвам 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 всей страны бог остановит эту войну и для этого он говорит бога не поругаем не бывает не обманывайтесь что человек посеет на этой земле там он пожнет как он здесь дальше говорит он будет он будет сеять свою плоть он от плоти он пожнет если человек будет делать сеять свой духа от духа он пожнет жизнь вечную и дальше он говорит делай добрать да не уливаем ибо свое время пожнем если не ослабим и так доколе есть время будем делать добро всем и наипаше словам вере также можно читать слово боже еще на римлянам тоже апостол павел нам говорит это вторая глава есть говорится такие слова 6 стиха и ниже который воздаст каждому по делам его тем которые препятствуют добрые дела и но ищут славы чести и бессмертии жизнь вечную а тем который упорствует и не покоряется истины но при придаются неправде ярос в небе скорбь или чистота и всякий душа человека делаешь злое во-первых иудеи потом елины а напротив славы и честь и мир всяко всякому делаешь и добро во-первых иудеи потом елины ибо нет лицеприятия у бога здесь нам по апостол павел ясеном тоже объясняет и говорит такие слова это последние одиннадцати ибо нет лицеприятия у бога и мы знаем по писании что бог не лицеприятия он не любит лицемеров он не любит обманщиков он любит правду и истину и он говорит здесь выше но по упорству твоему и не раскаянному сердцу ты сам себя собираешь гнев на день днева и открыть и откровение праведного суда от бога который воздаст каждым по делам его знаете мы видим сейчас такое где уже все повторяю время мы жили и живем еще по милости боже мы готовили строили все мы делали закупали себе мебель строили дома строили церковь но мы видим прошло время все разрушилось но бог что говорит чтобы мы не заботились о земном а заботились о царство небесном и он говорит но по упорству твоему и не раскаянную нераскаянному сердцу ты сам себе соберешь гнев пусть бог к этому поможет и сегодня господь дал эту возможность что еще собраться хоть интернет нет у некоторых слабый некоторых не могут подъединиться но бог дает еще эту силу мог дает это время что люди все собираются люди приходят и хотят слышать наставление конечно и может где-то обличение потому что он нас может обличить через слово через слово может через проповеди через откровение видением потому что бог хочет чтобы каждый человек исправился исправил свой путь чтобы мы однажды чтобы не стояли как он здесь говорит чтобы наши не раскаяно сердце сейчас бог дает это время чтобы мы еще покаялись чтобы обращались к нему чтобы мы еще взрывали стучали к нему он показывает нам кто ты человек на этой земле никто пух и прах больше от них никто и земля и пепель потому что бог создал нас от прах и прах уйдем наши дела пойдут след за нами здесь живя на этом месте живя на этой земле что ты делал хорошее или ты плохое делал мы все отдадим отчет перед богом так же еще вот апостол этот евангелист матвей говорит своим писанием это 16 матвея 27 стиха и ниже он ведь говорит ибо придет сын человечку славы отца свою ангелом же тогда воздать каждую по делам его его истинно говорю вам есть некоторые стоящие здесь который не вкусит смерти как уже увидит целый человек грядущий в царстве своем здесь напоминает нам евангелист батвея ибо придет сын человечку славу с отца своей и ангелами и тогда воздать каждым по делам его по нашим делам не по делам других стран не по делам других соседей братьев других сестер а по нашим делам который я и ты живу здесь еще на земле по милости божьей и что мы творим и что мы делаем я уже сказал мы строили заботились все хотели чтобы все хорошо было вот настало то время полетели самолеты начали бомбить и все разрушено и ничего не осталось но бог говорит не бойтесь убывающих тела в тела наши а вот из того кто тело и тушу может убить потом нам нам бояться надо если человек нас убьет вот это так как война на украине там мы знаем конечно это очень горе на каждого человека но бог говорит не бойтесь если мы приготовлены встречу с господом нам не надо бояться нам надо ждать сейчас ожидать нашего жениха которого придет он за невестой своей а стоит вопрос а готова ли невеста встречу с господом также матрии напоминает о двадцать пятой главе такие слова еще он говорит здесь тоже когда же придет сын человечек во славе свое и все святые англии с ним тогда сядет на престол славе своей и соберутся перед ним все народы и отделить один от другого как пасыр отделяет овец под козлов и поставит овец по правую свою сторону а козлов по левую тогда скажет царь тем которые по правую сторону его придите благословенные отца моё наследуйте царство уготованную вам под создание мира но здесь мы я дальше не буду чтобы мы это знаем из писания знаем но здесь нам предупреждает евангелист матвей и говорит нам то придет этот сын человеческий обмаженный и ангелы с ним тогда сядет на престол славы его и соберутся перед ним все народы там все будут собираться и мы читаем слово и море отдаст свои и там и гробы восстанут и там и другое все встанут от малого до старого все придут на суд и он говорит один другий как пасыр отделяет овец под козлов и поставит овец по правую сторону а козлов по левую знаете мои дорогие братья и сестры мы должны задуматься на какой стороне я и ты хотим мы это или не хотим но на суд мы придем конечно здесь на земле мы хотим прийти в церкву не хотим прийти в церкву хотим в группу прийти в них хотим в группу прийти но там на суд каждый придет и каждый придет на суд и бог будет судить как написано и поставить овец от них по правую сторону а козлов по левую сторону пусть бог поможет нам чтобы нам не оказаться на левой стороне потому что на левую сторону это очень страшно попасть когда мы попадем на левую сторону и последнее зачитаю что матрия тоже говорится в 13 главе я буду молиться за нужно за проблемой я тоже не могут они так что говорить потому что я не горло болит и я еще болею это 13 глава матрия 149 стиха и ниже так будет при кончина века зайдут ангелы и отделят злых и среди праведных и вернут их печь огненную там будет плачет скрежет зубов и спросил их иисус поняли вы все это они говорят ему так господи он сказал им поэтому всякий книжник и научный царством небесно подобно подобном хозяйку той выносит из сокровища свою новую и старую и когда окончил иисус и притчу и пошел оттуда пусть бог на всех поможет сохранить на всех и будем молиться за нужды конечно сейчас очень нужда есть острая нужда конечно я не мог проститься женой потому что мы болеем вчера что я не начал что-то болеть морозит начал их так но по милости больше сегодня бог дал еще силой что мы могли прийти сюда к вам на служении мы молимся за вас и мы будем молиться и было будем благодарить господство бог еще милостили каждому из нас конечно беженцы приходят люди принимают их мы не знаем что нас завтра можно ожидать мы не знаем один господь знает но мы знаем что он время подходит время уже приходит к концу и как говорит господь слово боже придет ли бог на это земле найдет ли веру на этой земле есть нужды говорите и мы будем молиться за эти проблемы за нужды конечно за украины будут молиться наша основная нужда сегодня после молитвы как раз за украину чтобы господь сохранил сберег украину чтобы избавили от этих бомбежек всякого рода тех ракет и снарядов которые летают чтобы господь призупинил не знаю каким чином мне богато чего непонятно как я уже сказал притча как один человек корабль зупинился на камне молиться господи убери эти камни господи избав от этих камней и бачит камни что досы и стоят там на камне бинка же боже чему ты не убираешь камни а господь отвечает ну это такая притча ты почему ты думаешь что я живу так как ты хочешь камни я воду поднимаю поэтому это для меня что описание каже мои мысли не ваши масла и пути мои не ваши пути конечно мы хотим не хочет войне а богу виднее как все рубите каким чином рубите че не долетят эти снаряды че каким-то ищем образом али главное чтобы бог зубини в эту войну и ки нам не потребна и мы не хочем от своей войне поэтому вот основа наша думка так уж и конечно за друг за другу помолимся хай бог благословит укрепить до силу что никто не падал духом это главное давид пришел к же саула к же вы пришел за для того чтобы никто не падал духом тоже а кто такой этот не обрезанный филистом леонид и взял камни и дали ему лоб хай бог поможет друзьями дякуем господом и зараз будем молиться на чему я заканчиваю нашу трансляцию хай бог всех нас благословить сбережи сохранить и да поможет кто як может давайте взываем до нашего бога